Добрый день, уважаемые коллеги! Мой доклад посвящен лекарственному лечению пациентов именно нейроэндокринными опухолями Тимуса. Слышно? Как и все нейроэндокринные опухоли, карциноиды Тимуса имеют не такую же долгую историю изучения. Лишь в начале 70-х годов их описали два патолога, Роса и Хига, которые выделили эти опухоли вилочковой железы и отличили их от более распространенных опухолей Тиму. Как уже здесь говорили, вообще опухоли Тимуса это редкие заболевания, нейроэндокринные опухоли вилочковой железы еще более редкие. Они составляют по разным данным 2-4, где-то встречается 5% всех новообразований, обнаруженных в переднем средостении. Вот эта классификация гистологическая, ВОЗовская, 2015 года, которая до сих пор по легким Тимусу, насколько я знаю, не пересматривалась. Ее мне на один день под честное слово дала наша подморфолог, который сказал, что эта книжка нужна каждый день, без нее жить невозможно. Здесь в третьей главе все опухоли Тимуса, которые существуют. Видите, сколько их много. Тимома, рак Тимуса. Мы поговорим сейчас о нейроэндокринных опухолях. Ну и также лимфомы, герминогенные и более редкие опухоли, которые встречаются в Тимусе. Это гистологическая классификация ВОЗ 2015 года по нейроэндокринным новообразованиям Тимуса. То есть и лоу-грейд, и интермедиат-грейд, и хай-грейд. К лоу-грейд относится типичный карциноид. И к умеренно дифференцированному атипичный. Только для этих двух групп оставлено это историческое название карциноид. Для высокодифференцированных опухолей, это уже называется раки, этот термин не применяется. Это называется крупноклеточный нейроэндокринный рак и мелкоклеточный нейроэндокринный рак. В отличие от классификации нейроэндокринных опухолей ЖКТ и поджелудочной железы, здесь не делается упор на КИИ-67, индекс пролиферации, а дается предпочтение методическому индексу и наличию некрозов. Здесь немножко другие подходы. И также комбинированные опухоли с различными сочетаниями, чаще всего аденокарцинома, плоскоклеточный и другие более редкие типы опухоли встречаются. В этой же книге мне попалась вот такая статистика, которая нас сильно удивила, что частота встречаемости опухоли тимуса среди эндокринной части составляет 16%. Это очень много, казалось бы, учитывая, что вся статистика обычно до 5. Но здесь, оказывается, имеется в виду не только карциноиды тимуса, а все нейроэндокринные опухоли тимуса, то есть крупноклеточный рак нейроэндокринный и мелкоклеточный. Ведь почти половину составляют тимомы, лимфомы почти четверть и герминогенные опухоли. Но редкие здесь вот как-то не учитываются. Это у взрослых, у детей нейроэндокринные опухоли тимуса вообще не отмечены или как казуистические случаи. В журнале Нейроэндокринологи очень редко можно найти вообще отдельно тимическую группу. Обычно в нейроэндокринной тусовке их всех относят опухоли легкого и тимуса, хотя известно, что опухоли тимуса текут более злокачественно. Здесь вот мы видим, что почти в 50% случаев опухоль тимуса сопряжена с синдромом Кушинга, с КТГ-эктопированным синдромом. И в 25% случаев с синдромом МЕН-1, множественной эндокринной неоплазии. И по выживаемости, вот типичный карциноид и атипичный, мы видим, что в легких более благоприятный уровень выживаемости и 5- и 10-летний, и при типичном карциноиде, и при атипичном. Вообще история изучения нейроэндокринных опухолей начинается с 1907 года, когда немецкий патолог Оберндорфер описал на нескольких случаях опухоли тонкой кишки, множественные, как он сказал тогда, не способные метастазировать и поэтому не опасных. Но он же сам через несколько лет пересмотрел свою теорию и признал, что нейроэндокринные опухоли способны к метастазированию. И вот эта книга вышла «Эпохальный труд», было «100 лет карциноиду» в 2007 году. Это наши корифеи, Кайл Оберг, это шведский ученый, и Ирвин Модлин, это из Англии. Они выпустили книгу, где собрана вся известная на тот момент информация и генетическое, и биологическое, и по лечению, и всё, что угодно. И вот здесь также есть сравнение выживаемости опухоли. При карциноиде типичным, а типичная выживаемость лёгких намного лучше, чем при тимусе. Какие же лекарственные возможности мы имеем для лечения нейроэндокринных опухолей лёгких и тимуса? Это аналоги самоцетатина, это единственный зарегистрированный таргетный препарат Эверолимус, химиотерапия, я скажу о ней позже, пептидно-рецепторная терапия, которая в России не применяется, и иммунотерапия в виде клинических исследований. В стандарт она не входит. Если мы обратимся к рекомендациям НССН 2019 года, мы видим, что в случае возможности всегда даётся предпочтение резекции, и даже если есть резекция Р1, то тоже советуют её выполнять. И дальше предлагают либо наблюдение при логрейт, либо одевантная химиотерапия и лучевая терапия. И также в случае атипичного карциноида. Но нам чаще всего приходит химиотерапевтам иметь дело с нерезектабельными опухолями, либо с метастатическими. Что же нам предлагается? При атипичном карциноиде, вот всегда это нас удивляет, иногда предлагают наблюдение, мы, честно говоря, опасаемся это делать, либо актриотит или луанриотит, аналоги с амацитатина, либо эверолимус, а из химиотерапии всего два режима. Темазоламид с капицитабином и цисплатин, или карбоплатин с этапозидом, или лучевая терапия. В случае атипичного карциноида то же самое, кроме наблюдения. При прогрессировании советуют менять химиотерапию или PRT, то есть с лютецием исследования, это лечебная процедура. Что же предлагают нам при метастатической болезни? В общем-то то же самое, даже наблюдение предлагают иногда. То есть актриотит или луанриотит, эверолимус, PRT, цисплатинодопозит, тимозоламид, капицитабин. И можно вернуться к первой линии, если было прогрессирование больше, чем 6 месяцев. И дальше клинические исследования. Это были американские рекомендации. Это рекомендации европейского общества. Здесь, в общем-то, все то же самое. Здесь просто гормонозависимые симптомы, это гормонозависимые, если карциноидный синдром, аналоги с амцетатина, локорегиональная терапия, то есть циторедукция, уменьшение опухоли, интерфероны, вот этого нет в американских рекомендациях, и PRT. Если синдром Кушинга преобладает, то контроль кортизола, ингибиторы стероидогенеза назначаются, и если не справляются, то билатеральная адреналоктомия. Типичный атипичный карциноид, то же самое. Хирургия, если возможно, аналоги с амцетатина, локальная терапия, эверолимус, химиотерапия, с включением темозоламида, PRT, и клинические исследования. Клинические исследования предпочтительнее. Я хочу показать вам, как нам на Европейском обществе по изучению нейроэндокринных опухолей показывают исследования по изучению нейроэндокринных опухолей тимуса. Это исследование, в котором каждый больной, вот он на перечет, вот его данные, мужчина-женщина, наличие метастаза, стадия, предлеченность, лечение, режим, эффект и сколько циклов до прогрессирования. И точно такое же исследование, я имею в виду дизайн, тоже каждый больной. Тут больным всем давали ведь темозоламид и капицитабин. А здесь различные режимы, даже режимы, в общем-то, не совпадают. И те же самые данные. Вот где-то прогрессирование, где-то частичный эффект, но в основном это стейбл-дизиз. Вы же понимаете, что при такой редкой патологии очень тяжело провести рандомизированные клинические исследования с достоверностью, чтобы показать, как действительно лучше лечить. И поэтому это не способствует оптимизации лечения. Эти больные, вот как пример, попадают в группы, и хорошо, если попадают общие. Вот здесь вот луное исследование, где исследовался эверолимус с пасериатидом, отдельно пасериатид и отдельно эверолимус. Три рукава было. И вот здесь видите, 116 лёгких и 8 тимусов попало. Уже хорошо считается. Ну, результаты этого исследования, что эверолимус с аналоговым с амацетатином, это пасериатид, он не зарегистрирован у нас в России для лечения нейроэндокринных опухолей, лучше, чем каждый по отдельности. В прошлом году показали нам это небольшое количество исследований, их очень много, где вот исследования, видите, включающие лёгкие. То есть, так как эти опухоли вообще редкие, то редко их делят по локализациям. Их берут вот всем скопом, и то, что включают лёгкие, это уже хорошо, потому что, значит, и тимусы там есть. И вот если какое-то из исследований, тут неволумаб, чекпоинт-ингибиторы, пембролизумаб, если какое-то из исследований покажет какое-то улучшение, мы будем иметь ещё одну опцию для лечения сложной группы больных. Выводы, которые в прошлом году сделали, докладывал, правда, хирург на ЕНЭЦ, это то, что в бронхиальных карциноидах хирургия является основной методом терапии. Для центрально расположенных очагов следует производить резекции лёгких, как только возможно, и предварительная операция показана также при заболевании с N+. И при нейроэндокринных опухолях тимуса может быть полезна операция с последующей адюматной химиотерапией или химиолучевой терапией, особенно если она была выполнена резекцией R1 и R2. То есть, может быть. Это консенсусные рекомендации, поскольку они не основаны на доказательной медицине. И также они сказали, что все больные с нейроэндокринными опухолями следует обсуждать на специальном мультидисциплинарном консилиуме, что является чистой правдой, и мы с этим согласны. Я хочу тоже рассказать о своём клиническом наблюдении. Хирурги так активно, не знаю, можно сказать, хвастались своими результатами. У нас было клиническое наблюдение, очень интересное на мой взгляд. Больной, молодой парень, 22 года, нейроэндокринный крупноклеточный рак тимуса с врастанием в перикард, плечи, головные вены, верхние полу вены, метастаз на кастальной плевре справа, плеврит справа, синдром с давлением верхней полой вены. С октября 2008 года стали беспокоить головные боли, и отекло лицо. Он, самый больной из Башкирии, город Стерлин-Тамак, обратился в поликлинику по месту жительства, и было при обследовании обнаружено объёмное образование средостения. В январе 2019 года, вот год назад, госпитализировано на хирургический ресторантов-стационар города Уфы, где была выполнена торакотомия с правой биопсией опухоли. Гистологические мы поставили в разных местах тимома и лимфома, после чего был направлен в наше учреждение, на медицинкологии имени Блохина. При осмотре выраженная отёчность лица и шеи, лицо с цианатическим оттенком, осиплость голоса, одышка в покое. Вот в сперметрии вы видите снижение жизненной ёмкости лёгких, обструкции за счёт центральных бронхов. Было выполнено КТ органов грудной клетки с контрастированием в феврале этого года. Вот вы видите, при внутривенном контрастировании в переднем средостении с двух сторон определяется массивная опухоль, состоящая из отдельно сливающихся между собой узлов, умеренно и неоднородно накапливающих контрастный препарат, окружающий крупные сосуды средостения, растающие в перикарты, распространяющие в центральное средостение. И вот максимальные размеры, тоже, обратите внимание, 12 на 9-13 см, ниже размер 8,3 на 5,4 см. Вот как выглядела картина. Видите, опухоль занимает практически всё средо растения, переднее с переходом на центральное. В отделении таракальной хирургии нашего центра была выполнена корбиопсия опухоли, в отделении таракальной хирургии. И патологоанатомическое исследование. Первое заключение было такое. Использованная неполноценная панель антитела не позволяет уверенно высказаться о гистотипе опухоли ТИМОМа, низкодифференцированной плоскоклеточной рактимуса. В общем, этому больному было сделано всё, чтобы поставить правильный диагноз. И в конце концов, заключение звучит так. На основании ГХ-исследования исключена плоскоклеточная дифференцировка опухоли. Лучные результаты дают основания предположить нейроэндокринный генезопухоль, в частности, крупноклеточный нейроэндокринный рак. Больной был консультирован с зав. отделением Артамонова Еленой Владимировной и профессором Горбуновой Верой Андреевной. На первом этапе лечения, учитывая распространённость процесса и морфологические свойства опухоли, рекомендовано проведение полихиметерапии первой линии по схеме ИПИ, топозит и цисплотин, что является стандартом, в общем-то. С 12 марта проведён первый курс. Перенёс он с нейтропении третьей степени. Сразу же после первого курса отметил уменьшение отёка лица и шеи, исчезновение одышки. Второй курс проведён в срок. Контрольное обследование после второго курса. По данным КТ грудной клетки, частичная регрессия, сокращение опухоли средостения на 68%. Резорбция пролибрита справа, исчезновение узла на костальной плевре. Так вот, это я хотела сначала показать, как выглядело это после двух курсов. И вот описание в апреле месяце. Вы помните, там было 12 см, уменьшилось до 5 см. И с 8 см уменьшилось также до 5 см. А протяжённость опухоли уменьшилась с 19-15 см. Больному суммарно было проведено 10 курсов полихимиотерапии. По схеме ИПИ в связи с нарастающей положительной знамикой от курса к курсу непереносимой токсичности не было. Из гематологической токсичности в основном преобладала лейкая нейтропения 3-4 степени, получал колоннестимулирующие факторы. Редукции доз и отсрочки курсов не потребовалось. И после 10 курса суммарное сокращение опухоли на 86%. Нам, видите, остаётся 3 см, и протяжённость 10 см, и второй размер 2,5 см. Вот как выглядела эта опухоль, когда мы закончили ему химиотерапию. Вот для сравнения, я вот так вот сделала. Мне кажется, очень впечатляет. Лекарственное лечение закончено в октябре 2019 года. Больному рекомендовано проведение дистанционной лучевой терапии на резидуальную опухоль средостения. Суммарно очаговая доза 56 ГРЭЙ и разовая очаговая доза 2 ГРЭЙ. Пациент полностью выполнил всю программу на данный момент, по данному контрольного обследования через 2 месяца данных за прогрессирование нет. Учитывая морфологию крупноклеточный нейроэндокринный рак, это, в общем-то, очень неплохие результаты. Спасибо за внимание. Спасибо.